МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рязанский агропром, не кривя душой, можно назвать промышленным районом города, а его жители, между тем, ведут неустанную борьбу за чистое небо над головой и свежий воздух. На фоне волнения горожан в СМИ время от времени начали всплывать сообщения о скором строительстве мебельного кластера на территории бывшего склада ГСМ. По мнению жителей района, такие действия не только ущемляют их гражданские права, но и, несомненно, усугубят и без того некрасочную экологическую обстановку. Активисты и экологи утверждают, что за бетонным забором располагается идеальное место для прогулок. Поставил лавочки, пару детских площадок, и парк готов. Но если посмотреть на ситуацию немного под другим углом, так сказать, копнуть испачканную автомобильным маслом землю, то мы сможем наблюдать следующую картину. Строения, когда-то возведенные военными для складских целей, разрушены и разворованы инициативными гражданами. Тополя и березки, которые так яро защищают активную часть населения, поедены короедами и повалены сильными ветрами. Почва пропитана всевозможной химией, проливаемой на этой территории годами. Да и железная дорога потенциальному парку романтики не прибавляет. Вряд ли мама с колясками получит большое удовольствие от прогулки по такой неулыбчивой местности. Я не знаю, это парк для кого и кто туда ходит. На мой взгляд, там кроме асоциальных элементов делать некому. Мамочке с коляской тут явно не проехать, не пройти. И с одной стороны железная дорога, тоже такое соседство для парка малоприятное. И понятно, что там за счет города благоустроить здесь парк, ну это просто неразумно, кто в него будет ходить. Освоение территории в агропроме мебельным кластером должно принести ряд положительных изменений. Это касается и ее очистки, выпила больных и мертвых деревьев, а также высадки молодняка. Компания «Грант», та самая мебельная фирма «Инвестор», была основана в 2012 году. Производственные мощности, складские площади компании и центральный офис расположены в Рязани. География работы ориентирована на всю территорию Российской Федерации, а также ближние и дальние зарубежья. Крупный производитель офисной мебели в ближайшее время планирует свое расширение. У нас более 800 квадратных метров производственные площадя и 1000 метров площадей складских. У нас трудной стороны более 100 человек, но производственных площадей нам все-таки не хватает, потому что оборудование у нас стоит высокопроизводительное, которое возможно... мы можем производить еще больший объем готовой продукции, но мы растем и все равно нам площадей не хватает, поэтому мы планируем развитие мебельного кластера, где планируется развитие мебельного производства. Там вот именно сборка будет производиться? Да, там будет производиться сборка, и основное ударение будет на производство мебели из массива, березы, которая в нашем регионе больших количеств. Значит, вся черновая переработка будет производиться в Кораблинском районе, на наш производство, которое будет находиться в городе Рязани, будет производиться только сборка, шлифовка. В новом мебельном кластере планируется организовать процесс сборки мебели, то есть класс экологической безопасности производства будет максимально высоким. Кроме того, расширение мебельного кластера позволит обеспечить около тысячи рабочих мест для жителей Рязани и области, а это, несомненно, положительно повлияет на имидж нашего региона. Есть очень много примеров в нашей стране по экологически безопасному производству. Это будет относиться к плотницко-столярным изделиям. Есть очень много примеров, но один из примеров мы можем взять, которая фабрика Марио Риоли производства дверей, она находится в Тульской области, город Донской. Оно находится в самом городе. Мы можем видеть, что на этой фабрике полный порядок, значит, и там зеленые насаждения, и территория приведена в порядок, привезено озеленение. Также мы хотим и в Агропроме произвести, навести порядок первый на этой территории. Вы – рязанская фирма, вы – рязанский инвестор, правильно я понимаю? Да, мы – рязанская фирма, мы платежи оформляем и оплачиваем в рязанский бюджет. Мы хотим поднять наш город, хотим создать рабочие места. Мы планируем, что рабочих мест будет около тысячи человек. Значит, вот именно здесь, вот на этом Агропромском участке? Да, именно на этом Агропромском участке мы планируем создать тысячу рабочих мест. Также мы планируем обучение специалистов, которые будут там работать. Мы заинтересованы в квалифицированных, высокооплачиваемых специалистов для нашей фабрики. Само собой, на фоне и без того напряженной экологической обстановки в городе, недовольство людей вполне понятно. Проблемных, так сказать, болевых точек хватает бесспорно. Точечная застройка, вырубка зеленых зон. Все это имеет место, хотя на фоне деятельности некоторых не очень добросовестных предпринимателей, опасения рязанцев вполне объяснимы. Но экологическое производство, которое параллельно занимается и благотворительностью, и восстановлением лесного массива, дело по всем направлениям благородное. Так что в этом случае недовольство граждан можно оспорить. Тем более, что тысяча рабочих мест для жителей города является неплохим аргументом. Да и место это выбрано не на обум, а после долгих и серьезных обсуждений. Агропром, именно это место, бывшая база, военная база, нам удобно по логистике. Что там удобны железнодорожные пути, подъезд автотранспорта, ну и, конечно же, расположение удобное для людей, что люди могут добраться на фабрику. Первое, я думаю, что мы наведем именно на этой территории порядок, облагоустроим территорию. И люди агропрома не будут видеть разруху, это какое они видят сейчас. Мы видим, что там ни подъездных дорог, вообще территория заброшена, неблагоустроена, использовалась не по назначению. Первое, это первое. Второе, что мы дадим рабочие места агропрому и жителям Дашков-Песочных, облагоустроим территорию. Ну и платежи в бюджет, конечно, они, я думаю, это тоже имеет какое-то значение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok